Удавництво новой школы в 21-м микрорайоне Гомеля ведется на протягу практически всего светлого дня. Объект, который первопочатково плановалось создать эксплуатацию в следующем году, примена ученцев уже селета. Сегодня с ходом работы знакомились наши корреспонденты. 21-й микрорайон у Гомеля начали возводить в 90-х годах минулого года, при чем новые дамы тут появляются и сейчас. В 2012-м начали будовать школу и даже включили ее в государственную инвестиционную программу. Алипраздва годы за отсутностью сродков работы спынили. Ситуация изменилась после зворот уже хоров микрорайона до президента краины. У студене этого года на объект вернулись специалисты, тем больше, что на двор я сприяла одновлению будовництва. На этом тыдне плануется полностью завершить вонковые работы. До конца этой недели работа будет выполнена. Работает на фасаде 15 человек. Работаем в продленку до 8 часов. Можно сказать, даже вахтой. 11-часовой рабочий день. Так что все идет к завершению. Новая школа различена на 765 навученцев. Спортивная и актовая залы. Обсталяванные аудия, видео и мультимедийными сродками навучания кабинеты. Бассейн, зона для проведения массовых мероприемств. И особный блок для группы подолжанных дня на 160 человек. Плюс беговая дорожка с гумовым покрытием. Валебольная пляцовка и футбольный стадион на территории. Это будет саправды сучасная навучальная установа. Яна будет выделяться среди других будовлей, даже внешне. Сейчас маляры 14-го Будов Мишага-300 завершают покрытие стен школы. Вроде бы неплохо получилось. Но именно такие рисунки рисуем в первый раз. Попробовали, вроде бы получилось. Ну так, фасады, понятно, бывают разные раскраски. Там полосочки, всякие кружочки. Но именно таких масштабов в первый раз рисуем. Среди саблевостей новой школы створение умов для новученцев с обмежеванными физичными махчимостями. На тротуарах тактильная плитка. На овоходе пандус для инвалидов-колясочников. И широкие калидоры у самой установе. Безбарьерная сиродия будет забеспечена у полном объеме. Як, до речи, и все остальные потребования, какие предъявляются до сучасной школы. Ежедневно трудится 450 человек. Это непосредственно работники генерального подрядчика строительного треса номер 14, а также представители 15 организаций субподрядчиков. Кроме того, на объекте работает студенческий отряд «Белгутовец». К слову, по решению Омельского областного исполнительного комитета данному объекту присвоен статус молодежной стройки. В активной фазе в настоящее время выполняются работы по благоустройству территории, а также отделочные работы. Все работы выполняются в строгом соответствии с графиком производства работ, а также в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности и охраны труда.